Добрый, насколько это возможно, время суток. Пришел такой вопрос. В Талмуде сказано, «Мет, бе-эр-эф-шаббат, симан-я-фэ-лу». Тот, кто, ни про кого-нибудь сказано, умер перед субботой, это хороший симан-я-фэ-знак для него. Он умер, какой для него знак? Итак, я вам приведу классическое, простое объяснение и приведу немножко, так сказать, более аллегорическое объяснение. Простое объяснение. Мы все приходим в этот мир в какой-то момент, который мы не определяем, и уходим из этого мира в какой-то момент, который мы тоже не определяем. И это все не случайно. То есть, это все совокупность того, что называется Ашгаха-Протид, Всевышний Машгех следит за всем, что с нами происходит. И есть много соображений, которые мы не можем понять, в том числе результаты наших действий, но не только, которые это определяют. Конечно, результаты наших действий не могут определять момент, в который мы приходим в мир. Очевидно, у нас нет действий. Но действительно, они на это влияют. И действительно, есть моменты, например, вечер субботы, в котором Талмуд говорит такое простое объяснение, что это хороший момент в духовном смысле. Так как душа человека продолжает жить, то это момент для нее, скажем так, хороший. При этом, я хочу сказать, что мы должны руководствовать правилам Тамим Ти Ей Машема Луке Хабудь, так сказать, чистосердечен, скажем так. И в наше время у нас нет знаний, что такое хорошее время, что такое плохое время. Мы видели величайшие праведники, мудрецы, которые не уходили из этого мира вечером субботы или в подобные другие, в кавычках, хорошие времена. Поэтому мы не знаем, мы не можем это применить к каждому конкретному случаю. А теперь более аллегорическое объяснение. Вот сейчас вечер субботы. И есть такая традиция «Мет бе-эров шаббат», дословно, как, знаете, в иврите, да, в современном «Мет аль-Машу» – это аллегорическое. Не знаю, что человек физически умер, но он так этим поглощен, что он как будто умер. Так вот, если человек отстраняет себя от будничных каких-то потребностей вечером субботы, как будто их нет, это «Симан Яфэлло». Не каждый может это сделать. Кто-то приходит с работы, у меня тоже это было, когда, особенно я был резидентом, и тогда за очень короткое время до субботы все бегают. Понятно, этого человека нет времени. Но есть люди, как бы поздно суббота не начиналось, да, и вот у нас сейчас, там, где я сейчас нахожусь в Америке, Миньян, который будет ранний Миньян, до захода солнца будет в 7.30 вечера Минха, да, то есть это поздно довольно пока туда-сё, а Ашкия вообще будет где-то 8 с чем-то там, да, то есть очень поздно, да. И, тем не менее, как бы шаббат поздно не начинался, всё равно человек буквально вбегает, значит, в шаббат, отправив последний имейл, посмотрев какой-то там что-то в телефоне или что-то там по телефону, говорит с какими-то сослуживцами, он бегает, бегает, и вдруг раз, его просто за шкирку так раз, и он уже не может. Он всё-таки соблюдает субботу, он говорит, с неохотой, он из этого вышел, и он, и так и бывает, что люди ждут, вот, суббота закончена, и снова раз в колесо, белка снова прыгает в колесо, и дальше побежала. Я как раз большой сторонник своими крупицами знаний того, чтобы люди были вовлечены в жизнь окружающего мира, но это отличается от концепции бегать как белка в колесе, и поэтому тот, кто как будто мед, беру в шаббат, то есть он, знаете, когда встречают важного гостя, то не вбегают, знаете, в последний момент запыхавшись там с перекошенным галстуком, готовятся, готовятся, да, к приходу важного гостя, потом принято, знаете, так всё подготовить, там, может быть, посидеть 10-15 минут, может быть, полчаса попить чай, нужно расслабиться, успокоиться, да, это очень рекомендуется. Если человек это может делать вечером субботы, это, как говорят по-латински, «grойся и до шизах», это большое дело. Человек показывает, что он, что суббота важный гость, он к ней готовится, он не вбегает в неё, знаете, так, сказать, сломя голову. И почему это очень важно? Потому что суббота – это не просто так, действительно, Маккор и Брахам, может быть, о ней поговорим, поэтому суббота упоминается в контексте праздников, и даже в контексте отчёта от Омера, поэтому это называется суббота, и это, кстати, может быть, мы отдельно по этому поговорим. Но идея такая, почти всегда любой человек не в экстремальной ситуации может выделить какое-то время и выполнить, так сказать, эту рекомендацию мудрецов, Миша Медберов, Шаббат, Симан Яфелу, тот, кто как бы отключился от окружающего мира перед приходом субботы за какое-то время, не за три минуты, не за, так сказать, две минуты, не за, так сказать, бегая в субботу, так сказать, по ПВХ, а, так сказать, выделить какое-то время посильное. Это хороший знак, и я желаю, чтобы суббота была Маккор и Браха, и срочником благословения для всех нас. Спасибо.